Мы первые журналисты, кому так близко после того, как город заняла террористическая группировка ИГИЛ, удалось подойти к цитадели Фаттудзина. Рядом с ним коммуникационная вышка. Таким образом, боевики ИГИЛ фактически могут нас разглядывать в бинокль сейчас, что, в общем-то, они и делали несколько минут назад, заметив подозрительную активность в состоянии сфоток, которую проявила сирийская армия, и показывали наши позиции. Они открыли минометный огонь, как и две мины, ударили с этой стороны скал. К счастью, никто не пострадал. Вы сами только что видели результат их обстрелов. ИГИЛ вокруг нас со всех сторон и постоянно атакует. Нам удалось заснять тело одного из боевиков, который при штурме был уничтожен. Этой высоты такие штурмы производятся регулярно. Стрельба не прекращается здесь, ну, фактически не на час. Одиночные выстрелы из пулемета и автоматического оружия раздаются регулярно. Это не только беспокоящий огонь, который, как бы, в профилактике такой военной проводится, но и на подтверждение того, что группировки ИГИЛ определенные маневры совершают. Уже сейчас в штабе нам рассказали, что позиции, на которых находимся мы в клином. Входят между рядами боевиков, то есть боевики прямо, справа и слева находятся. Но, тем не менее, задача сирийской армии не только обороняться, но и вести масштабные наступательные действия. Естественно, весь их план нам не раскрывали. Но, тем не менее, задача взять штурмом Пальмиру. Сроки не называются, но вся работа и стратегические высоты вокруг нее сирийской армии занимаются. Что касается вот того, насколько противник вооружен, например, через ЗУМ нам удалось снять их бронетехнику, в том числе танки по правому флангу. Они постоянно тоже находятся в движении. Их обрабатывает артиллерия. У террористов есть все виды вооружения. Минометы, танки, тяжелая артиллерия, противовоздушные установки. Но мы заняли стратегические высоты вокруг Пальмиры, и их попытки нас отсюда выбить оканчиваются крахом. Нам ничто не помешает с Божьей помощью освободить Пальмиру. Подчеркну важный нюанс. По самому городу артиллерия сирийской армии не работает, так как это прямой приказ начальства и лично Башара Асада не уничтожать культурное, мировое культурное наследие. Семен Бегов, Марат Саеченко, LifeNews, Пальмира.